Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, мне 33 года. Один год и два месяца я занимаюсь онлайн с психотерапевтом, один раз в неделю методом классического психоанализа. Изначальный запрос был на то, что меня влечет ко взрослым мужчинам. При этом притягиваю я только ровесников или младше себя мужчин, которым не чувствую абсолютно ничего ни в эмоциональном, ни в иных планах. За время работы с психотерапевтом удалось много понять о себе и взаимоотношениях в семье во многих сферах своей жизни. В течение последних 3-4 месяцев у меня столько желания прекратить работать именно со своим психотерапевтом по многим причинам. И мне нужно разобраться, стоит ли это делать или надо продолжать. Если стоит прекратить, то какой метод терапии мне больше подойдет. Причины следующие. Первое. Изначально я не знал, что психоанализатор работает на 3-4 года и морально не готова к этому. Второе. Слишком высокие финансовые затраты. При этом, когда я косвенно пытался это озвучивать, то терапевт, как мне кажется, игнорирует это и мягко настаивает на сессиях каждой неделе. Но вопрос, когда я пойму, что можно заканчивать терапию, не дала мне одного ответа. Все чаще и чаще нечего рассказать на сессиях. Если не было значимых событий, все превращается в обсуждение окружающих и переливание из пустого порожня. На вопрос, почему меня все-таки тянет к взрослым мужчинам, стоит ли мне искать именно таких мужчин, или эта непреработанная травма дала ответ, что все, что для меня хорошо, это и хорошо. Это меня вообще очень сильно озадачило. Иногда кажется, что прочитанные посты в соцсетях дают больше знаний, чем по итогам сессии. После сессии нет никаких мыслей и размышлений, как было на первых этапах. По некоторым вопросам, в принципиальном нет понимания. Например, я против добрачных сексуальных отношений. По ощущениям, терапевт все время продавливает, что пока я не изменил своим принципам, так и будут сложности в отношениях. Теперь о хорошем. Терапевт смогла раскрутить тему с отцом, которого никогда не знала, благодаря чему я его нашла, и после многих сложностей мы хорошо общаемся. Поэтому у меня телема. Может, это у меня такой этап терапии, когда хочется уйти, или действительно мне не подходит именно этот терапевт или метод терапии. Очень нужен совет со стороны, так как понимаю, что могу накручивать себя. Ульяна, дело в том, что на ваши вопросы довольно затруднительно ответить, чтобы остаться, так сказать, в профессиональном поле, связано это, в первую очередь, с тем, что по вашему тексту, на мой взгляд, невозможно сказать, подходит ли вам или нет психоанализ. Равно как и невозможно сказать, какой метод вам подходит больше. То есть тут нужно просто пробовать. На мой взгляд, ну, эффективнее было бы не бросаться сразу на один метод, а попробовать с несколькими специалистами поработать, пообщаться. Не так важно, на самом деле, каким методом вы работаете, потому что многие используют интегральный метод, интегральный подход. Не так важно, каким подходом вы пользуетесь, каким методом вы пользуетесь, не так важны техники, как важно взаимодействие с собственным терапевтом, то есть личные отношения. Личность психолога очень важна. И если у вас устраиваются доверительные, теплые, открытые, свободные отношения с психологом, это больше создает вероятность того, что вы сможете свои проблемы решить. А вот техники и какие-то специальные приемы, они, как мне кажется, минимальную роль играют в процессе психотерапии. И используются в основном для чисто технических задач. Это первое. Второе. Чисто навскидку, чисто навскидку, я могу сказать, что ваше желание уйти из терапии по финансовым причинам является следствием недоверия между вами и психологом. И все восемь причин, которые вы перечислили, они так или иначе связаны с недоверием. То есть они связаны с недоговоренностью какой-то, с недоверием и так далее. Естественно, если такие элементы присутствуют, то сложности в психотерапевтическом процессе они совершенно однозначно будут. Ну, просто потому что. Если вам кажется, что психолог что-то продавливает, с ним это нужно обсудить. Но тут есть другой момент. Дело в том, что психоанализ предполагает иерархию в отношениях между клиентом и психологом. То есть психоаналитик не является по своему положению, а человеком равным к клиенту, он всегда находится в позиции над. Кому-то это подходит, кому-то нет. Мне показалось, что вам больше подходит все-таки равноправное отношение. С учетом того, что вы, как мне кажется, занимаете позицию родителя, как вам сказал мой коллега, как у трещов играли они идут. Это очень важно. Умение выстраивать равноправные отношения. Дальше. Что касается влечения ко взрослым мужчинам. Здесь действительно ситуация в общем и целом двояка. Если у вас возникает желание сделать какого-то человека взрослого мужчину счастливым, если у вас появляются к нему искренние чувства, то в этом нет ничего плохого. Это действительно неплохо. И действительно в этом можно быть счастливой. Ведь для любви нет каких-то возрастных ограничений. А проблематика возникает по-другому. Когда в отношениях со взрослыми мужчинами вы снова и снова страдаете. Вам снова и снова плохо. Когда эти самые взрослые мужчины вас бросают, изменяют, используют, наносят травмы и так далее. В этом случае нужна психотерапия. В этом случае это называется проблемой. Вообще, проблемой считается все, что влияет на качество жизни. А если некоторые вещи не влияют на качество жизни, не ухудшают его, а у кого-то даже и улучшают, почему это нужно исправлять. Дальше. Дальше. По поводу этапа. Да. В процессе психотерапии возникает такой этап, когда кажется, что не о чем говорить. И этот этап является переломом. Потому что дальше, спустя какое-то время, наступает прорыв. Но. Ладно понимать, что прорыв наступает тогда, когда... Из доверия. Доверие открытости. Дело в том, что в моей парадигме... В моей парадигме... Нет такого... Нет такого... Во-первых. Как? Значимых событий. Значимых событий я всегда. Да. Если вы внимательны к себе. Но психоанализ немножко не про это. Второе. То есть... Не бывает такого, что не о чем рассказывать. Понимаете? Ммм... Нечего рассказать. В смысле каких-то повествовательных историй. Да. Но если вы внимательны к своей внутренней жизни. Психологической. То всегда есть что рассказать. И всегда есть что обсудить. Но для этого нужно выйти за рамки концепции. А вот психоанализ считается довольно-таки жёстким. Довольно-таки догматичным методом терапии. В котором повторюсь. Клиент не равен психологу. И на мой взгляд все упирается именно в это. В то, что возможно вам подходит более равноправное отношение. Я повторюсь, что не так важно с каким методом вы работаете. Вот вы пишите. Какой метод терапии мне больше пройдет. Да без понятия. Нужно с вами поговорить. Какой метод вам больше пройдет. Мне вот например кажется. Судя потому что вы пишите. Что вот у вас увлечет как взрослым мужчина. Что значит увлечет. Что значит увлечет. Вас они привлекают. Привлекают чем. Если сексуально привлекают. Это одно. Но на мой взгляд речь идет о безопасности. Со взрослым мужчин вы можете почувствовать себя безопасно. И позволить себе быть маленькой девочке. С другими людьми вы не можете позволить себе такого. Например со своими равенниками. Вы не можете позволить себе такого. Вот. Потому что себе вы не доверяете. И потому что не знаете что это за сугроза. То есть в основе лежит некая тревожность. Тревожность из-за наличия какой-то угрозы. Вот. А родительская позиция здесь используется как механизм защиты. Вот. То есть условно говоря я не могу быть сам собой с парнем, который мой ровесник потому что он меня не защитит. И тут очень важный момент. То есть вы требуете. Требуете как бы защиты. Да. У другого человека. Но момент в том что другой человек может вас защитить. А может нет. То его выбрать его право. А вот это именно требование. Поэтому мне кажется что вы просто. Тегачете к чувству защищенности. Здесь и контроль. Здесь и желание быть сильнее чем вы есть. То есть на самом деле здесь и рационализация. То есть желание все объяснить. Обратите внимание как вы пишите. Что в каком мире терапия мне больше пройдет. То есть это вот желание прямо рационализировать. Но психотерапия это такая штука которая работает с постоянно меняющимся объектом. И фиксировать этот объект. Как то. Как то постараться его выделить. Отначая. Уничтожать его. Вот. Так что вот. Такая вот история. Мне кажется что в первую очередь все эти вот пункты вам нужно обсудить с психологом. И спросить себя как вам в отношении где психолог не равен вам. Вот. Если вам комфортно в этих условиях то продолжайте работать. Я думаю что этот этап вы пройдете при условии что поработаете над доверием. Но если нет. Нужно менять. Специалиста. А на этом все. Я надеюсь что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.